Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодняшнее лабораторное занятие по предмету информационной и коммуникационной технологии буду вести я, Абди Керим Гумас Жмала Лидина. Так, сегодняшняя тема нашего урока — искусственный интеллект и информационной и коммуникационной технологии, также автоматизация производства и развитие цифрового маркетинга. Цель нашего урока — составить четкое представление о искусственном интеллекте путем ознакомления с основными понятиями урока. Цель обучения при изучении темы — описать, что такое искусственный интеллект, составить терминологию количества сферы применения искусственного интеллекта. Давайте остановимся на том, что такое искусственный интеллект. Искусственный интеллект — направление научных исследований, позволяющее решать невычислительные творческие задачи в процессе создания моделей в соответствующих программных средств, что требует решения семантики, то есть проблемы смысла с помощью компьютера. Изучение искусственного интеллекта ведется уже 37 лет. Термин интеллект происходит от латинского слова «интеллектус», что означает знание, мышление, способность человека мыслить. Искусственный интеллект относится к автоматическим системам, которые выполняют функции, отличные от человеческого интеллекта. Например, выбор и принятие решений на основе предыдущего опыта и рационального анализа внешних воздействий. Искусственный интеллект — технологический инструмент, занимающийся созданием программ и систем, способных выполнять задачи, обычно требующие человеческого интеллекта. Искусственный интеллект участвует в обучении, в логике, планировании, распознании речи, восприятии и многом другом, включая попытки смоделировать и проанализировать решения проблем. Изучение системы искусственного интеллекта со всех сторон, исследование различных аспектов искусственного интеллекта сложились исторически. Они развивались независимо друг от друга, и только в последнее время открылся путь к их сближению. То есть мы делим этап исследования искусственного интеллекта на четыре группы. То есть это структурный, имитация, логичный и эволюционный. История развития искусственного интеллекта. Эра интеллектуальных машин началась с появления первых компьютеров. Большинство компьютеров были разработаны для решения немецких кодов во время Второй мировой войны. В 1940 году был создан первый работающий компьютер на основе электромагнитного реле Робинсон. Он предназначен для идентификации немецких слов, зашифрованных машиной Энигма. Энигма названа в честь хита Робинсона, отца многозадачности. С годами замены электронных ламп электромагнитными реле привела к созданию Коуста. Это более быстрый компьютер. Наконец, в 1949 году Дональд Форбс изобрел самообучающиеся искусственные нейронные сети. Этот процесс позволяет изменить весовые коэффициенты нейронной сети так, чтобы выходные данные были связаны с входными данными. Хотя он не решает всех проблем, этот метод основан на других методах. В 1950-е годы родились два языка искусственного интеллекта. Первым был язык IPL, разработанный Нуэлем Саймоном и Шоуменом для программы LogicTarist. IPL был языком обработки списков данных и привел к созданию Li-ICP. Li-ICP появился в конце 1950-х годов и был вытеснен IPL, став основным языком для приложений искусственного интеллекта. Li-ICP был разработан в лабораториях Массосудчатского технологического института. Ее автором был Джон Маккарти, один из первых редакторов искусственного интеллекта. Примененное искусственное интеллекта на работе охватывает множество областей. Вот некоторые примеры. Первый у нас автоматизация ежедневных задач, написание писем. Модели искусственного интеллекта, такие как Lime, Mature, Cloud, Bar, GPT, Shui, могут создавать текст, в том числе писать электронные письма. Это стандартные ответы, благодарственные письма и так далее. Может быть полезно сделать. Отчетность. Искусственный интеллект можно использовать для анализа данных и автоматизации процесса отчетности. Второе. Бизнес-планирование и анализ. Разработка бизнес-планов. Искусственный интеллект помогает создавать бизнес-планы, анализировать рынок и прогнозировать тенденции на основе имеющихся данных. Финансовый анализ. Системы искусственного интеллекта могут использоваться для анализа финансовых данных и принятия инвестиционных решений. Третье. У нас общение и обслуживание клиентов. Чат-боты. Искусственный интеллект можно использовать для создания чат-ботов, которые могут отвечать на вопросы клиентов и предоставлять данные информации. Персонализированный маркетинг. Системы искусственного интеллекта могут анализировать данные клиентов, чтобы предоставлять персонализированные рекомендации. Медицинский диагноз. Анализ медицинских изображений. Искусственный интеллект можно использовать для анализа изображений и изображений для диагностики заболеваний. Прогнозирование заболеваний. Искусственный интеллект можно использовать для анализа медицинских данных и прогнозирования возможных заболеваний. Пятое. У нас образование. Персонализированные обучения. Системы искусственного интеллекта могут предоставлять учебные материалы и задания, персонализированные в соответствии с уровнем обучения учащегося. Создание уникальных текстов. Здесь показан пример создания уникального текста. Генерация текста нейросетью ускорит работу копирайтеров, журналистов, SEO-специалистов, редакторов, SMM и всех тех, кому необходимо ежедневно производить тонны контекста. Здесь на фото указан у нас RETEX-AI. И он может перефразировать любой текст и создать 100% уникальность. Также сервис предлагает воспользоваться синонимами, сократить или увеличить текст на нужное количество символов. Как работает искусственный интеллект и как работают алгоритмы искусственного интеллекта. Что такое алгоритм? Алгоритмы – это последовательность шагов или инструкции, которым следует для решения конкретной проблемы или достижения определенной цели. В контексте искусственного интеллекта алгоритмы играют решающую роль в обработке данных, принятии решений, обучении моделей. Первое у нас алгоритмы машинного обучения. Обучение под наблюдением. Эти алгоритмы обучаются на основе набора данных, где на каждый входной пример дается правильный ответ. Например, метод опорных векторов. Здесь support vector machines, SWM или линейная регрессия. Здесь обучение без учителя и без учителя. Алгоритмы обучаются на неизвестных данных. Их задача выявлять структуры и закономерности в данных. Примеры включают кластеризацию и метод главных компонентов. Продвинутое обучение. Алгоритмы этой категории учатся взаимодействуя с окружающей средой и получают обратную связь в виде вознаграждения или наказания. Примеры включают алгоритмы глубокого обучения с подкреплением. У нас второе здесь алгоритмы глубокого обучения. Здесь искусственные нейронные сети, моделирование структуры и функции человеческого мозга с использованием искусственных нейронов. И слоев. Примеры включают сверточные нейронные сети для обработки изображения и рекуррентные нейронные сети для работы с последовательными данными. Здесь у нас третье алгоритмы обработки естественного языка, методы машинного перевода, алгоритмы, которые позволяют компьютерам переводить текст с одного языка на другой. Алгоритмы классификации текста. Эти алгоритмы используются для определения категорий или эмоционального тона текста. Извлечение информации. Алгоритмы, направленные на извлечение конкретной информации из текста, например, имен, дат или ключевых фактов. Четвертый у нас алгоритмы кастеризации используются для группировки похожих объектов или данных в кластеры. Примеры включают алгоритм К-средних или иерархическую кастеризацию. Алгоритмы оптимизации используются для поиска оптимальных знаний, знаний, значений, параметров, обучающих в задачах, например, градиентный спуск. Эти алгоритмы – лишь малая часть различных методов, используемых в искусственном интеллекте. Выбор того или иного алгоритма зависит от особенностей задачи, типа данных или желаемых результатов. Мы на этом завершаем свои занятия. Вы можете ответить на контрольные вопросы, которые указаны на последних слайдах нашей презентации. На этом я завершаю ваше занятие. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok